Привет, дорогие друзья! Вынужден, наверное, вмешаться, потому что не могу больше спокойно взирать на эти потоки дебильной дезинформации. Ну, в принципе, вы сами решите. Хотите вы, чтобы я иногда рассказывал вам реальность, что там происходит, да и вообще не только там, да? Или не хотите, потому что иногда бывает разное такое восприятие, восприятие объективной, адекватной информации. Плюс люди спрашивают по поводу переводов, хотят поддержать и так далее. Я еще раз повторяю, с этих криптокошельков, которые я указал, это на большую, большую мечту. С них ничего даже переводиться не будет. Люди спрашивают, им неудобно. Ребята, я понимаю, не я сам себе отменил PayPal и другие способы оплаты. Твари такое делают. А я указываю теперь уже обменники. Это онлайн-обменники. Вы можете обменять что угодно на криптовалюту и, собственно, отправить ее на один из указанных кошельков. Вот. И будет вам счастье. Короче, давайте займемся делом. В Мелитополе прогремел взрыв. В украинском Мелитополе, временно неподконтрольном украинском Мелитополе, кое-что произошло. Там живут украинцы. Короче, там произошел взрыв. В оккупированном Мелитополе произошел взрыв. В районе дома, где живет коллаборант Балицкий. Для того, чтобы вы понимали, что спускаются сейчас темы одни на всех, вы можете погуглить за сегодняшний день «Коллаборант Балицкий». И вы поймете, что данное определение было специально спущено для того, чтобы обозначать, собственно, бывшего народного депутата Балицкого. Мол, это было покушение на Балицкого. И вот в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе дома, где живет коллаборант Балицкий. Собственно, вот показывают взрыв. Слева любой неискушенный мелитополец сразу же узнает гостиницу Мелитополь. В Мелитополе прогремел взрыв возле дома Гауляйтера Балицкого. Еще Гауляйтером называют. Точнее, в районе ТЦ-квартал торгового центра. На секундочку. Где расположена многоэтажка Балицкого. А также в ДК Шевченко находится так называемая военно-гражданская администрация оккупантов. То есть, по всей видимости, Балицкий живет в многоэтажке. Рядом с многоэтажкой взорвался автомобиль, как сообщается. О панике в рядах российских захватчиков в городе начала ездить военная техника. Воют сирены. В СМИ появились кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую. По предварительной информации, ранена Евгения Зайцева, племянница Гауляйтера Балицкого. То есть, сам Балицкий, Гауляйтер Балицкий, не пострадал, но смогли ранить его племянницу. Имеет ли она отношение к коллаборационизму? Неведомо. Ну, на всякий случай. Племянница, так племянница. Мы же все это впитываем. Вы все это впитываете. Из украинских СМИ. Племянница Балицкого. Далее. Взрыв возле дома предателя Балицкого. Появилось первое видео с места. Прогремел взрыв. Ранена племянница псевдогубернатора Балицкого. Сообщает Фокус. Уже как факт. Племянница это Балицкого. Другая это племянница. Какого-то другого человека. Неважно. Уже сообщает как факт. Племянница Балицкого. Взрыв в Мелитополе среди раненых может быть племянница Гауляйтера Балицкого. Оказывается, что есть много раненых. Ну, во всяком случае, не один. Утром в Мелитополе прогремел взрыв. Возле дома Гауляйтера Запорожья. Ну, в общем, все одно и то же. И тут сообщается, что ранение получили две женщины и молодой человек. Ну, конечно же, одной из женщин однозначно является, собственно, племянница Балицкого. Иначе зачем нужно было проводить теракт? Просто чтобы людей... Вы представляете, что это может быть за ранение? Руку может оторвать, да глаза выбить и так далее. Ранены как минимум три человека. Одна племянница Балицкого. Все это уже не человек. А кто другие двое? Непонятно. В центре Мелитополя пострадала племянница Балицкого. В общем, понятно. Читаем здесь этого... Я считаю, он уже в кредит, мне кажется, уходит по этой планете. Партизаны в Мелитополе подорвали главного коллаборанта Орков. Окупанты в панике. Сообщает Губошлеп. Имеется в виду, что Балицкий таки погиб. Но потом он с огромным сожалению сообщает, что Балицкий не погиб. Алексей Гончаренко позже сообщил, что к большому сожалению Евгению Балицкому удалось выжить. Пишут, что Балицкий выжил. Пока что, Жень, не выживешь. Все равно сдохнешь, как последняя коллаборанская собака. Хотя я надеюсь, что мы сможем взять тебя в плен. Посадим в клетку посреди... Ну и дальше уже в БДСМ фантазии Алексея Гончаренко. Ну теперь я должен расстроить, наверное, всех средств массовой информации, я кавычу. И тех, кто верит этому говну. Потому что дом Балицкого, это не дом, где живет Балицкий. Потому что дом Балицкого, это дом, в строительстве которого участвовал Балицкий. Вот, с 2014 года наша страна находится в экономическом кризисе. Тут заявление было. И только у одного человека в Мелитополе дела идут вверх. Откуда берутся деньги? Но в центре города за короткий срок появился торговый центр. Построен десятиэтажный дом. И дом Балицкого... Ну кто-то написал, допустим, мелитопольцы знают, что это имеется в виду. А эти начали писать, что там проживает Гауляйтер Балицкий. Поэтому там был взрыв. Там недалеко администрация, это правда. А еще там недалеко гостиница, о которой я уже говорил. Вот место взрыва. Столб. Со столбом проясню отдельно, потому что вам сообщили о том, что взорвалась машина. Это не так. А вон видите, сзади Мелитополь. Это гостиница Мелитополь. Вот она, гостиница Мелитополь. Взрыв произошел здесь. Гостиница Мелитополь находится в непосредственной близости. Равно как... Это среди бела дня. Равно как... Ну, там просто люди ходят. Люди ходят. Прогремел взрыв. Взрыв был направленного действия. Никакой Мерседес не взорвался. Был взрыв направленного действия. Самодельное взрывное устройство. С дистанционным управлением. Прикреплено оно было вот здесь вот. Возле этого столба. Начинено оно было шариками. И произошел взрыв. И вот что случилось с автомобилем. Вот это вот автомобиль, собственно, то, что от него... То, что от него осталось. Автомобиль. Принял на себя шарики эти водитель в автомобиле. И женщина, которая ехала, она также сильно пострадала. Вот этим вот было начинено взрывное устройство. Которое взорвалось шариками от подшипников. Для того, чтобы понять, могли ли там пострадать обычные люди. Ну, как бы вообще не имеющие ни к чему отношения. Давайте посмотрим, где это. Где это, собственно, находится. Здесь туристическая какая-то фирма находится. Внутри, прям в офисе, были люди. Вот, турфирма. Видите? То есть, это был целенаправленный террористический акт. Направленный против людей, которые ехали в этом автомобиле. И ехали они, надо признать, в администрацию. То есть, хотели взорвать людей, которые ехали в администрацию. Почему решили все писать про Балицкого, я не знаю. Но, вот такое вот. Логично было бы на месте украинской власти сообщить о том, что оккупанты, желая спровоцировать, занимаются, мол, провокациями, и мы не имеем отношения никакого вот к такого рода взрывам. И это уже не первый взрыв, я посвящу видео такого рода взрывам, терактам. Потому что вот это вот, это настоящий террористический акт. Можно было украинской власти, конечно, заявить, что она не имеет отношения к данному террористическому акту. Но нет. Украинская власть не только в лице парламентария Гончаренко, но и в лице советника министра внутренних дел Герасченко сообщила о том, что в Мелитополе прогремел взрыв. Целью были коллаборанты. Взорвали авто. Далее он уточняет. Последствия взрыва в Мелитополе ранена племянница предателя Балицкого. Я знаю точно, что ранено как минимум 3 человека, а могло быть убито. И 50 человек. Потому что это взрыв, террористический акт в центре города. Если украинская власть борется путем террористических актов со своими врагами на своей собственной территории, то надо это просто признать. Потому что я и западным средствам массовой информации, я думаю, следует обращать внимание на такого рода вещи. Потому что это самый настоящий теракт. Взрывы, убийства начинают происходить регулярно. На временно неподконтрольной территории. А страдают обычные люди. Террористические методы. Мы будем продолжать следить за этим всем. Ну а то, как СМИ подают информацию. Я же еще раз повторяю. Хотите, иногда буду вас просвещать. О том, что там происходит на самом деле. А не вот через призму этого бреда. Пока! Так, собрано сегодня 25 пакетов. И поедут уже людям, которые сделали заявочку. Они сегодня получат свою помощь. Продолжение следует... 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 Дякуем вам великим. И помогаете не одноразовой помощью, а стабильно. Побольше бы таких людей. Вам большой поклон и человеческое вам спасибо. Ребята вот собирают, сейчас повезут на район. Ребята фасуют. Адресная доставка будет. Все, вот это остался космос и центр. Сегодня загрузили шефчик в правый берег. Остался только космос.